Эти маленькие кусочки пластика лишь кажутся вам такими неинтересными. На самом деле мало кто знает, что внутри встроен процессор, есть оперативка, постоянка и даже своя операционная система. Чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаю совершить краткий экскурс в историю. На заре развития мобильных сетей оператор идентифицировал абонента по серийному номеру телефона. Как вы понимаете, такой подход имел массу недостатков. Например, если вы меняли телефон, вам необходимо было посетить офис оператора, чтобы перепрошить ваш номер в новый аппарат. Мало того, что эта процедура занимала много времени, так еще она была платной. Сим-карта была внедрена с приходом сетей 2G, а ее основная задача максимально упростить идентификацию абонента в сети оператора. Кстати, аббревиатурой SIM так и расшифровывается Subscriber Identity Module, что по-русски звучит как модуль идентификации абонента. Сим-карты — это одна из разновидностей смарт-карт, которые применяются в банковских картах или в картах доступа к спутниковым каналам, например. Кроме этого, подобные карты можно встретить в отелях или на предприятиях, где они используются в качестве ключа. В настоящий момент, благодаря стараниям одной яблочной компании, мы имеем целый зоопарк из различных размеров сим-карт. С выходом iPhone 4 операторам спешно пришлось внедрять микросимки, а через поколение с появлением iPhone 5 появился еще один размер — наносим. В результате в нашей жизни появились переходники и различные способы обрезки лишнего пластика на симке. Давайте поговорим об устройстве этого самого микрокомпьютера. Как я уже и говорил, состоит он из процессора, оперативной и постоянной памяти, а также имеется модуль аппаратного генератора случайных чисел и модуль аппаратного шифрования. Короче говоря, симка — это почти что система на чипе, только немного побольше, и не на чипе, а на плате. Начнем с процессора. Питается он от телефона и работает на частотах от 5 до 10 МГц. По современным меркам это не впечатляет, но давайте не будем забывать о том, что первые ЭВМ занимали целые этажи в институтах и не могли похвастаться даже такими показателями. А тут крохотный процессор размером с сушкой иголки, который занимает всего 10% площади самой карточки. Почти все остальное место занимает память. Она в симках играет важнейшую роль. Память поделена на несколько секторов. Есть сектор, в котором хранится пользовательская информация, это могут быть СМС, журналы звонков или контакты. Но самые важные сектора несут в себе техническую информацию, необходимую для идентификации абонентов в сети оператора. IMSI, International Mobile Subscriber Identity, это последовательность цифр, которая не только идентифицирует конкретную сим и ее владельца, но и указывает, какой оператор из какой страны ее выпустил и дает понять сети, как работать с конкретным абонентом, какие услуги ему следует предоставлять и с каким номером телефона его регистрировать. Почти вся эта информация хранится в зашифрованном виде, и чтобы получить к ней доступ, вам необходимо будет ввести так называемый PIN 1 или PIN 2. Как и у любого компьютера, у симки есть своя операционная система. Она с микропрограммами хранится в отдельном разделе карты. Приложения в своем большинстве написаны на языке Java и служат для реализации дополнительных услуг, предоставляемыми операторами. Другую реализацию сим-приложений могут опробовать на себе жители Москвы. Там более года назад большой тройкой операторов был запущен проект по оплате проезда в общественном транспорте с мобильного счета. Реализован проект за счет применения специальных сим-карт с приложением, позволяющим безопасно осуществлять платежи по NFC прямо за баланса мобильного телефона. Если попытаться представить, что ждет сим-карта в будущем, то на ум приходит сразу несколько вариантов развития событий. Первый вариант это когда вы идете, например, в магазин, покупаете пустую обезличенную сим-карту, так называемую болванку, скачиваете на телефон специальное приложение от вашего оператора и с помощью этого приложения на телефоне заливаете на симку все данные этого оператора. Таким образом уже сейчас работает сервис VSCA и некоторые виртуальные операторы в США и Великобритании. Google также внедряет подобную технологию при построении собственной виртуальной сети. Абоненты Google Project Fee могут пользоваться интернетом в 120 странах мира, используя свою сим-карту. Второй вариант развития событий это внедрение технологии eSIM, или говоря по-русски, встроенный модуль идентификации абонента. Технология предполагает отказ от съемной болванки, вместо этого предлагается записывать операторские данные непосредственно в специальный раздел памяти самого устройства. Работает это примерно так, вы покупаете тарифный план и на ваше устройство по сети прошиваются необходимые идентификаторы. Такой подход мне кажется более перспективным, ведь избавившись от физической симки, можно сэкономить место в устройстве и сделать подключение девайсов к сети еще проще и доступнее. Думаю, eSIM на ура примут производители интернет вещей, фитнес-трекеров, умных часов и прочей мелкогабаритной техники. Samsung и Huawei уже для некоторых рынков выпускают свои умные часы с поддержкой eSIM. А Samsung и Apple ведут переговоры с ведущими мобильными операторами о закупке карт eSIM. Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok